Четвертое марта, 2006 год, 8 часов. Загадочное свечение на Чернобыльской АЭС, сопровождаемое разрядами молний, которое продолжалось около двух часов. 12 апреля, 2006 год, 1433. Зона отчуждение осветилось ярчайшим, почти нестерпимым светом, и было видно, как на небе начинают испаряться облака. После мгновения полной тишины пришел грохот, и земля содрогнулась. Люди падали, зажимая глаза и уши. Кто мог, тот бежал, спасая свою жизнь. Со стороны это выглядело так, будто все похороненное под саркофагом ядерное топливо разом взлетело в воздух. 13 апреля, 2006 год. Через сутки правительственные войска уже полностью оцепили новую зону. С помощью спутников удалось выяснить, что эпицентр взрыва находился не у блоков самой АЭС, а в километре от них. 2008 год. Прошло два года с тех пор, как случилась жуткая катастрофа в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. Большое количество погибших и пропавших без вести людей. Павший скот, почерневшие постройки, изувеченный лес. 2009 год. По следам отчаянных одиночек сталкеров, за широкомасштабное изучение зоны опять берутся научные экспедиции. Армейские подразделения, в том числе и специального назначения, возглавляемые отрядами военных сталкеров, предприняли крупную экспедицию внутрь зоны, именуемой операцией «Север», с целью прорваться к ЧАЭС и уничтожить предполагаемую причину возникновения смертельных аномальных полей, либо наконец-то добыть достоверную информацию о происходящих там процессах. Данное предприятие, в котором принимали участие более тысячи человек и множество техники, полностью провалилось. Отдельные группы уцелевших осели на территории зоны без особых надежд на спасение. 2009 год. Спустя пять месяцев после провала операции «Север». Правительственные войска предпринимают попытку спасти остатки выживших и направляют в зону несколько вертолетов с отрядами военных и военных сталкеров. И один из них я. Периметр остался позади. Смотрю вниз, видна свалка старой военной техники. Ржавые каркасы грузовиков. Заброшенная станция, навсегда остановившиеся вагоны. Кэп стучит пальцем по часам. 15 минут до объекта. Вертушку дернуло. В кучу свалились люди и барахло. Мелькнуло оскаленное лицо пилота. В голову ударила дикая, слепящая боль. В ушах зазвенело. Все потемнело. Очнулся? Это хорошо. Всех приветствую. С вами Александр. И это новая модификация на сталкера. Секреты зоны. История стрелка пролог. Давайте посмотрим, что здесь и как. Знаем, что наш герой военный и упали они, когда летели на вертолете над зоной. Ну что, очнулся уже? Черт, все в глазах двоится. Это нормально после того, что ты пережил. А как я тут оказался? И где мы вообще? Я помню, мы с группой погрузились на вертушку. Некоторое время летели, а потом какая-то вспышка. Дальше ничего не помню. Все как во сне. На базе искателей. Так, новая какая-то группировка искателей. Не знаю, слышал ты про нас или нет, но мы особо стараемся не светиться в сталкерских рядах. Твой вертолет упал недалеко отсюда, на территории темной лощины. Так это место называют местные. Наш проводник встретил твоего командира, он тащил тебя раненого. Мы согласились содержать тебя некоторое время, пока ты не выздоровеешь. Так значит, не один я выжил? Да, твой командир также просил передать этот ПДА. Там он написал тебе дальнейшие указания. Мне нужно как-нибудь связаться с базой. У вас есть рация? Нас зовут Зорин. Ну извини, брат, таким не располагаем. Слишком круто для нас это. Да и у местного сброда вряд ли она будет. А вот в темной долине, у свободы, думаю, у этих ребят найдется рация для тебя. Плохо дело. Ну а может хотя бы координаты вертушки скинуть? Вдруг там бортовая рация уцелела? Да без проблем. Если она, конечно, осталась целой после крушения. Ну или мародеры вертолет по частям еще не растащили. Спасибо. Да вот еще что. Ты званием-то своим в зоне не щеголяй. Тут вояк не очень любит. Много они кровушки сталкером попортили. Лучше одиночкой, представляйся. Так спокойней будет. И тебе, и окружающим. Хорошо учту. Еще раз спасибо. Найти Соболева и Захарова. Появляется задание. Мы военные. Но нам не рекомендует Макар представляться военным, потому что это чревато печальными последствиями. Так, здесь ребята отдыхают. Здесь столовая. Ладно, надо выходить. Привет. Приветствую. Спасибо, что дотащил меня сюда. Мне Макар сказал, что ты можешь сказать, куда мог пойти Кэп. Да не за что. Вижу, ты рвешься в бой. А вот Кэп. А Кэп это тот серьезный мужик? Ну и куда же он пошел? Я не знаю. Но могу предположить, что он мог направиться в лагерь сталкеров. Можешь меня туда отвезти? Ты смотри, какой шустрый. Ты обороняться чем будешь? Трусами? Давай иди к Игнату. Он тебе снарягу выдаст, а потом дуй ко мне. Ага, скоро буду. Так, Игнат. Игнат у нас где? Здесь. Собственно, что это такое? У нас есть снаряжение. Даже Экза присутствует. Странно. Ладно, посмотрим сейчас, что скажет Игнат. Такие люди с чем пожаловали? Я теплый, он не сказал, что у тебя мы не дышим. Расскажи, значит, у меня твои дехранички, в том числе, например. Во-первых, тебе понадобится экипировка. У тебя есть наличие культуры, у тебя есть наличия культуры, у тебя есть наличия культуры. У тебя есть наличия культуры, у тебя есть наличия культуры. А первое время подойдет. Так, теперь оружие. А тут пушек не держу, могу предположить лишь пистолет. Давай пистолет. Макар, человек, этошник, что берешь? Давай, этошник, а попробуем. Так, спасибо. Ладно. Так, забрать свои вещи у нас перегруз. Да, смотрите. Сразу какой-то глюк. Две курки и г-скелет. Естественно, сначала игру я не буду этим пользоваться. Смотрите, стволы, скажу, я. Наверное, продам все это. Так, продать пиво не нужно. Одну куртку продаем. Это что? Фонарики. Так я понимаю. Фонарик, это что? 14-14 не нужно. Колбасы столько тоже мне не нужно. Изглушителям тоже не нужен. Туда столько аптечек. За сигарету и даже полжизни не жалко за это. Чуть-чуть покурить. Оставлю так. И что? Что мы можем продавать? Да, 42 тысячи теперь у нас до начала игры. Это плохо, это недоработка. За 9 тысяч, скорее всего, я возьму комбинезон сталкера. Почему нет? Может он, он-1. Вот так, вот. Чтобы быстрее перемещаться. Так, смотрим, что теперь. Странно, разные банки в разных слотах. Да, недоработка мода, видим. У нас сразу появился. Ну что, снаряжение взял? Ага, можем идти. Ну, почти. Если готов идти, то надевай повязку на глаза. Мы отправляемся. Это чтобы никто не смог к нам пройти. Готов. Да. Отправляемся. Недоработка мода. Да, да, видим, что сразу нам дают. И не пытайся следовать за мной. Это бесполезно. Когда захочешь вернуться на базу, найди одного из проводников на рыбацком хуторе. На рыбацком хуторе это диалог из чистого неба. Так, и что? Смотрим по заданию. Найти командира отряда. Найти выживших членов отряда. Проверить наличие рации на вертолете. Спросите про рацию в лагере сталкеров. Хорошо. Он нас вывел непосредственно к вертолету. Еда нам пока не нужна. Два трупа военных. Так, кто-то по нам стреляет. Да, вижу бандиты. Слишком большое расстояние. Также вижу точку. Кстати, заметьте, работает прибор ночного видения, который нам тоже достался от разработчиков. Которые не удосужились это все убрать на начальном этапе игры. Ну, можно, конечно, их не обвинять. Это ведь бета-тест, так называемый. Открытый. С такого расстояния будет сложно попасть. Поэтому мне надо подождать, пока они подойдут. Не лег. Второй лег. Так, ладно. Сейчас подойду я поближе. Рация. Вижу точку. Где рация? Спросить про рацию в лагере сталкеров. Хорошо, рацию я подобрал. Лагерь сталкеров находится неподалеку. Поэтому побегу туда. Есть. ТТ, кстати, неплохо на дальние дистанции стреляет. Так. Еще какой-то пистолет. Возьму. Возьму. Потому что на ТТ скоро закончатся патроны. Лишнее буду выбрасывать. Конечно же. Так. И где? Где четвертый? Я его убил, что ли? Лихо. Радиация минус 10, выносливость. Так. Для начала игры очень даже неплохо. Сразу у нас есть ценный артефакт, который убирает... Прибавляет выносливость, что очень важно для беготни по большим локациям. Вернее нет, врул, что она прибавляет? Он прибавляет радиацию именно здесь. То есть выводит радиацию. Можно будет не брать с собой большого количества антирогена. Также водки, которая выводит радиацию, как мы знаем. Ну, стамина быстро падает. Да, много всего лишнего. Еще один ТТшник. Еще один ТТшник. Не буду я таскать флам. И прям здесь его выброшу. Также годика у нас есть и 27 патронов к ним. Неплохо. Сейчас посмотрим, что в лагере сталкеров. Интересного. И кто нам может рассказать про рацию? Дорогу я убрал. Хорошо, хорошо, убираем. Хуже не бывает. Так, ты кто? Просто сталкер. Вот и хорошо. И что же нам за выжигатель такой? Здоров. Ты кто? О, здоров. У вас случайно рации нет? Очень нужна. Спрашивать у доктора рацию, конечно, гениальная мысль. Жаль, что я не психиатр. А то бы устроил бы обзор. Здорово, брат. Да-да, очень смешно. Пойду-ка я лучше обзор. А вот такое вам как? Здорово. Наработано, примете. Так, это нам неинтересно. Привет, расскажи, какие интересные места вокруг. Не заходил к вам мужик в камуфляже, как у военных, с шрамом на лице. Был такой день назад. Это знакомый мой. Он случайно не говорил, куда направился. Он не очень болтлив был. Заказал выпивку. Сказал, что друзья его погибли. Выпил за них. Потом остался на ночлег и пошел в сторону Темной Долины. Ясно, спасибо. Так, про места спросим. Про работу принести глаз в плоти. Неинтересно. Спросить про рацию в лагере сталкеров. И все же, кто здесь есть? Который может рассказать. Так, ты кто? Привет. У вас есть рация? Нет. Увы. Была одна. Там микрофон загнулся. Да я аккумулятор давно сел. В конце концов, я ее на запчасти разобрал. Понятно. Вы механик? Мне нужна работа. Капы-то кабана неинтересно. Так же по торговле у него ничего нет. Хорошо. Так, а кто здесь еще есть? Ну-ка, давай еще раз пообщаемся. Не хочешь? Спросить про рацию в лагере сталкеров. Все-таки у нас висит задание это. Ты что такой хмурый? Да плохо все. Можешь помочь? Ну, допустим, смотря что нужно делать. Мои друзья диггеры. Я и мои друзья диггеры. Лазим по разным пещерам, подземельям в поисках чего-нибудь ценного. На западе отсюда мы нашли весьма интересную пещеру. Полезли в нее и тут началась какая-то чертовщина. Мне стало очень хреново. И меня уже без сознания притащили сюда. Я очнулся. А моих друзей нет. Видимо, поперлись туда-обратно. Олухи. ПДА их не отвечают. Они, скорее всего, уже мертвы. Принеси мне их дневники. Хочу узнать, что же они там нашли. Сделаешь? Я тебя отблагодарю. Хорошо, жди. Так, появляется еще одно задание. Вдруг старый останавливается и все это говорит в молодом. Тихонько и диму. Все-таки у кого-то в операцию. Показывает мол, дальше ты что делал. Обывалый как завопит радость. Так, я чуть-чуть тяжелый разживу взял. Брешут что тут аномалия. Это повешу я на пояс. Так, он говорил к западу это пещера. К западу, да, пещера. Может есть смысл сходить поискать пещеру пока. На западе пещера. Потому что активных заданий пока я не вижу. Никто нам не хочет рассказывать про рацию. Единственный путь в темной долине. Спросить про рацию, да. Или все-таки. Или все-таки попробовать посмотреть что находится в пещере. Кстати, выход с локации где у нас? Выход с локации из-за карта. Нет. Выход с локации не обозначен. К западу пещера. Возможно она здесь. Хотя, каким образом это может нам помочь? Поиск диггеров это второстепенное задание. На самом деле. Нам нужно идти по основному заданию. А именно поиск рации нас интересует. Может быть, конечно, там будут записи. У этих пропавших диггеров. Так, это пещера. Похоже на пещеру. Ну, вернее, не на пещеру похоже. Похоже на туннель. Так, нужно от чего-то избавляться. Это что? Выбросить все. Два пистолета каких-то лишних левых. Так, интересно. Я смогу выбраться отсюда? Нет, в пещере ничего нет, ребят. Я думаю, на этом завершить серию. Для первой серии достаточно. А с вами был Александр. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.